Это русский космос. Здравствуйте! Сегодня в гостях у нас дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт, президент МИИ ГАИКа, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, человек которого, наверное, вы уже знаете, Виктор Петрович Савиных. Добрый день, Виктор Петрович. Добрый день, здравствуйте! Есть такое понятие, как магия чисел. 50-й космонавт Советского Союза, 100-й космонавт мира. Наверное, это не случайно. Я не думаю, что это не случайно. Я думаю, что это, конечно, случайно, но когда на космодроме Байконур перед стартом последней пресс-конференции, когда объявили экипажи, Валентин Петрович Глушко, который говорил, его просто поразило. Он любил цифры всевозможные. Вот он составлял всякие списки, там все. И вот он объявлял таким торжеством, как будто вот Левитан объявлял 12 апреля 61-го года, что вот мы сегодня запускаем космонавта номер 50 Советского Союза, и это 100-й космонавт планеты. У меня есть один маленький к вам вопрос. А как вы относитесь к цифре 13? Очень хорошо. Ну, пример. Ну, пример. Я живу в 13-й квартире. Отлично. Значит, первый мой полет, мы стартовали 12-го, 13-го мы стыковались. Второй мой полет, я летал на Союзе Т-13. Вот Т-13 мы летели на неуправляемую станцию на Союзе Т-13. Вот мой вопрос как раз заключался именно в вопросе магии ЦИФ и Союз Т-13. Расскажите немножко об этой миссии. Немного рассказывать, вернее, сложно. В феврале 85-го года мы готовимся к очередному полету. Вернулся экипаж Соловьева и Кизима. Станция Салют-7 летает в автоматическом режиме. Там на станции все в порядке. И вдруг в один из дней мы узнаем, что нет связи со станцией. Что случилось? Ну, потом разобрались, что случилось. Станция пришла, значит, дистанционная радиосвязь на первом передатчике КРЛ работала. Это был отказ первого. Отказ передатчика. Отказ передатчика, да. И дешифратор, и мы не смогли вернуться на второе дело. Станция потеряна. Что делать? Ждать, когда она упадет? Или, значит, помните, перед этим был Скайлоп, который постепенно приближался, падал. И вся пресса, все кричало, что упадет куда-то там 25 тонн. Ну, вот было принято решение, что надо, значит, лететь на эту станцию, понять причину. Был составлен экипаж, потому что я уже готовился к полету на эту станцию с Васютиным и Волковым. Ну, значит, естественно, Васютина они могли сделать командиром, потому что он не летавший космонавт. Нужен был космонавт, который... Опытный. Опытный, который имел уже ручную стыковку, хотя бы одну. Таких было трое. Вот, значит, Женебеков, Кизим, который только что вернулся, и, по-моему, Малышев Юрин. Да, Юрин. Вот этих трех космонавтов смотрели, оба те как бы не подходили. А у Женебекова, у него была справка медицинская. Кончилась справка, значит, но нужно было... Значит, Женебекова отправили на медицинскую комиссию. Ну, если закончилась медицинская справка, значит, закончились водительские права. Да, 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 вот. Значит, я начал тренировку, первая тренировка началась у меня с Березовым. Предполагали, что может быть Березовой. Мы приехали к Глушко. Глушко посмотрел все бумаги, он к этому относился очень серьезно. Он говорит, нет, во время вашего полета с Лебедем у вас были замечания по почкам, по медицине. Нет, вы не годитесь в такую экспедицию. Мы из кабинета выходим, Леонов говорит, так, все, завтра ты тренируешься с Ляховым. Два дня я тренируюсь с Ляховым. Значит, оператор, он не очень, как бы, значит, подошел нашим инструкторам. Значит, со следующего дня я тренируюсь с Леней Поповым. К этому времени Женебеков проходит медицинскую комиссию. Значит, слава богу, дали ему заключение на сто суток. За сто суток. Ну, решили, что за сто суток мы можем это или сделать, или не сделать. Двенадцать лет назад американский фильм «Армагеддон» вызвал большой резонанс в России. Космонавт в Ушанке на обледенелой станции обидел нашего зрителя. Хотя он был отважным героем. Однако мало кто знает, у этого героя есть реальный прототип – Виктор Савиных. В 1985 году ему с Владимиром Женебековым пришлось отправиться на орбиту со спасительной миссией – восстановить замороженную станцию «Салют-7». Орбитальный дом встретил своих героев космическим холодом. И вот мы сюда вплыли. Тишина жуткая. Темно. Ну и холодно. Холодно не ощущали, потому что мы были позарты. Температура – минус 7 градусов по Цельсию. Система водоснабжения замерзла. Солнечные батареи не дают энергопитания. Как нас сейчас видно? Да, прекрасно. Прекрасно. Ну вот и хорошо. Да. После перезагрузки аккумуляторных батарей возникла новая проблема. Ледниковый период сменился всемирным потопом. Талая вода грозит электронике коротким замыканием. Открыл панели и только туда проник. Свету было мало. Так и в принципе-то я и не смотрел там глазами. И погрузил руку прямо в воду. Вот этот вот. Весь вот этот объем. Одна вода. Как выяснилось позже, ошибка маленького датчика стала роковой. Станция потеряла связь с землей. Спасли в «Салют-7» два отважных профессионала. Да. Как я тебе придумал греть питание. Да, да. Киносветом. А как я тебе придумал греть твои пятки. Ты же помнишь, когда я тебе в унтятом пихал разогретые банки. Спасаю тебя от холода. Так что на этой станции замерзше все было. Сегодня, спустя 25 лет, Виктор Савиных и Владимир Джанибеков о своих победах вспоминают с иронией. Говорят, что многие их действия могли бы стать сценарием для космического сериала. Только шутить надо по-доброму. Чтобы новое поколение не забывало о настоящих героях российского космоса. Мы знаем кинофильм про Аполлон-13. И многие из подрастающего поколения, наверное, смотрели этот и видели, что героического сотворили американские астронавты, действительно героического в космосе. К сожалению, мы мало знаем о эпопее Джанибекова-Савиных, эпопее с «Салютом-7». Почему так происходит? Студия «Роскосмос» слила фильм «Битва за салют». И показали его. Через 25 лет. Да, но его показали ночью, когда все спали. Через 25 лет. Спасибо телестудии «Роскосмоса». На самом деле, где мы сейчас находимся, это произошло через 25 лет. Нашей стране нужны герои или нет? Зачем? Не нужны. Хорошо. Тогда задаю вопрос по-другому. Вот фильм «Армагеддон» и российского космонавта «Шапки-ушанки» представляют. Есть такая байка, что это с вашего полета? Когда мы появились впервые на экране, мы появились в шапках, в верчатках, в теплых костюмах. И Рюмин говорит, ну, народу мы вас должны показать без шапок. Да, да, да. И еще вас попросили подышать, чтобы не было пара. Станция была холодная. Да, станция была холодная. Ну, и как потом рассказывали, «Армагеддон» делали позднее. Ну, и, естественно, того нашего славного космонавта, который один управлялся на станции с кувалдой, одели в шапку. Это, может быть, их находка, может быть, просто они знали, видели эти кадры. Виктор Петрович, магия цифр же у вас не только в цифре 13, 50 и 100. Смотрите, какая интересная еще, я для себя отметил. «Салют-6» — одна станция. «Салют-7» — вторая станция. «Мир». То есть вы побывали на трех станциях. Если бы знали, что будет станция МКС, наверное, бы вы не бросили свою деятельность. Как так получилось? Счастливо получилось? И что последовало? Почему последовал уход из отряда космонавтов? Я вернулся из третьего полета болгарского, и я не собирался завершать карьеру космонавта. Меня сделали к этому времени руководителем 9-го комплекса. Я оставался в отряде. Но случилось, это был 1988 год, в стране начались перевыборы руководителей предприятий, университетов. И как раз в этот момент умирает мой учитель, ректор Мигайко Василий Дмитриевич Большаков. И в Мигайко началась такая непонятная возня по поводу, кто же будет ректором. А у меня там была уже кафедра, которая в свое время Юрий Павлович Семенов руководил. Поскольку он ушел, когда получил звание профессора, он ушел и передал мне эту кафедру, и вот я был заведовал этой кафедрой. Ну, естественно, вроде бы, мой родной вуз, есть кафедра. Ты был и такой тяжелый. Да, до небольшого времени. Ну, в общем, меня уговорили. Меня уговорили. Я съездил к Елисееву. Елисеев в это время стал ректором МВТУ имени Баумана. Мы пообсуждали с ним вопросы, что вот вузовская наука с теми результатами, которые мы получили сами в космосе, может вот таким-то образом служить в дальнейшем университете, как бы расширять свою сферу деятельности. И действительно, космический факультет появился, появились новые специальности. В общем, я согласился, меня избрали. Таким образом, вот я 18 лет проработал ректором и не жалею о том, что... Конечно, жалею, что я не побывал на МКС, но, может, у меня все еще впереди. МКС, МВТУ Косая сажень называлась потому, что шла она наискосок от левой ноги до правой руки по диагонали тела. Вот эта косая сажень по всем мифам и легендам и должна была располагаться в плечах у русского богатыря. Землемеры занимались не только государственными делами, но и тяжбами помещиков. Спорный участок делили на три равные доли. Две отдавали враждующим, а третью забирала императрица, чтобы обидно никому не было. Он так тяжелый. Это увесистая техника, фотоаппарат, разработанный в университете. Когда-то его установили на космический аппарат Азон-6 и отправили фотографировать обратную сторону Луны. Благодаря снимкам этой камеры удалось впервые составить полную карту ночного светила. Снимки обратной стороны Луны выполнены автоматическими камерами, которые устанавливал Мегаэк. Сегодня здесь составляют карты планет Солнечной системы и даже спутников. Самый популярный среди абитуриентов университета – факультет прикладной космонавтики и фотограмметрии. Уже измерена вся наша планета. А вот там, в темных глубинах космоса, работы для космических картографов. Непочатый край. Я работаю в отрасли геодезии. Геодезия без космонавтики сегодня вообще нереальна. И что получается? Вот раньше у нас в Советском Союзе была программа. Мы каждый год запускали ресурс ДК. Мы имели свои карты, мы имели свои снимки. Мы эти снимки продавали. Потом появился ланцат, потом появился спот. И появилось много-много. Все страны сегодня имеют спутники дистанционного зондирования. С разрешением 1 метр. А то и полметра. Значит, естественно, Квикбердс и все остальное. Значит, поскольку несколько лет это нету. Значит, что сегодня... И ликвидировали агентства по геодезии и картографии. Сегодня у нас есть Росреестр, которому карты не нужны. Они считают, что они вообще... Они говорят, да зачем нам? Мы купим у американцев. И сегодня очередной транш. Полтора миллиарда долларов затратили на то, чтобы купить у американцев. Это строительство ровно двух космических аппаратов. Двух космических аппаратов, которые бы снимали Землю и давали нам материал, и могли бы мы продавать. Значит, мы сегодня работаем в этом направлении на американцев. И мы же им разрешаем сегодня... Мы заказываем съемки всей страны. У нас сегодня разрешено все снять. Перед встречей с вами я специально заехал в Московский библиоглобус на Мясницкой. Энциклопедический атлас мира. США. С первой по 41-ю страницу. Россия. 125-я и 127-я страницы. Атлас мира. Содержание. Карты мира. Австрия. Австралия и океаны. Азия. И в Азии. Россия. Атлас мира. Оникс. 2010-й год. Вот там все нормально. Атлас мира вначале идет. Потом идет Россия. Все посвященное России. И потом то, к чему я в Советском Союзе как бы привык. Но на какой бумаге он напечатан. Атлас мира. Эксмо. Москва. 2011-й год. Содержание. Земля. Мир. Полюсы. Северная Америка. США. С 26-й по 33-ю страницу. Южная Америка. Европа. Азия. Россия. Все на русском языке. Значит дальше. Москва. Астрель. АСТ. Иллюстрирован Атлас. Азия. Россия. И соседние страны. Среди соседних стран есть Грузия. Нет стран Прибалтики, например. Тоже для меня было удивительным. Дальше. Большой иллюстрированный энциклопедический словарь. Страны мира. 2011-й год. Россия. Восьмая страница. Физическая карта. Девятая страница. Административное разделение. Деление России. Две страницы. Страны Соединенные Северной Америки. С 170-я страница. Штаты. 176-я страница. Начало. 226-я страница. Окончание. Кого мы учим? Кого вы учите? Мы учим специалистов, которые делают эти карты. И разрабатывают карты. Но мы не делаем карты. Несколько лет назад было принято решение, постановили правительство создать атлас России. В четырех томах. Мы активно работали над созданием этого атласа. Первый атлас была презентация на высочайшем уровне. Второй том атласа высочайший. Сейчас нет федерального агентства по геодезии и картографии. Никому. Третий том атласа мы были в Министерстве транспорта. В Министерстве транспорта как-то еще относилось к картографии и геодезии. Это им нужно. Сегодня федеральное агентство, которое занимается геодезией, когда там есть маленький какой-то департамент, это Росреестр. Росреестр сегодня интересует недвижимость, земля, деньги, цены и все остальное. Они считают, что... Когда-то в Советском Союзе была сделана карта 25 тысячного масштаба. Сегодня с помощью космических снимков можно сделать карты. Они их делают территориальные карты. Можно сделать высокое качество. Но я уже говорил о том, что у нас нет своих материалов. Мы сделали четвертый том атласа. Мы до сих пор не можем его представить вселению. Народу. Глобусы, которые продаются, не наши. Итальянцы делают огромное количество глобусов, нам поставляют. Ну, в общем, все поняли, что у нас рынок-то есть. Народу нужны карты. И все бросились, все иностранные издатели, все бросились на создание карт. Существует международная ассоциация картографов. Россия всегда там была в членах, в руководстве. Сегодня российская делегация не ездит на конгрессы картографов. Может, поэтому мы в Азии? Может быть, и поэтому мы сейчас в Азии. Так мы в Азии или в Европе, как картограф? Азиопия называется. Давайте перейдем все-таки от нашей земли грешной в космос. Одну из первых лунных карт почти 400 лет назад составил итальянский астроном Джованни Ричиоли. И он же давал название. Он же придумал лунные моря, первое название. Как сегодня? Там попроще. Значит, лет 10 назад мы сделали после того, как наши луноходы начали летать. И когда мы первые сфотографировали обратную сторону. Кстати, фотоаппарат, который фотографировал обратную сторону Луны, сделан на коленке в нашей оптической мастерской нашего университета. На коленке давайте. Не будем говорить, потому что на самом деле это была целая лаборатория. Ведь представьте себе, фотоаппарат должен был проявить пленку, отсканировать ее. Да, и прислать. Это лаборатория. Саму оптику делали в полном смысле на коленке. Вообще все названия кратеров, они привязаны к именам. И по положению, по мнимике, все имена даются тех людей, которых сегодня нет в живых. Там нет, есть положение, что там нет никаких ни политиков, ни военачальников. И только было сделано единственное исключение для шестерых астронавтов и для шестерых космонавтов. Вот есть кратер Луны, на Луне Леонова, Терешковой, Терешковой, Валентины. Это правильно сделали или нет? Это правильно сделали. Я думаю, что эти люди... Герои нам нужны. Примеры нам, хорошие примеры нашему обществу. И не только нашему. И там был один случай, еще одному человеку дали название кратера, одному американскому астроному, зовут его Чарльз Абот. Значит, комиссия, когда пришли документы на его рассмотрение, комиссия посчитала, что ему 101 год, его нет в живых. И решили, что, значит, это самое, значит, дать ему... А потом, когда... Я не знал об этом. Потом, когда, значит, прислали... У нас есть в моем университете женщина, профессор, Кира Борисовна, которая занимается этими вопросами. Она была в этой комиссии, когда они утверждали. И потом, когда, значит, это все опубликовали, он прислал ей благодарственное письмо за то, что... Он, понимаете, кратер на Луне. Вот таким образом. Эти названия присылаются как? Сегодня всегда этим занималась прерогатива была Академия наук. Сегодня в международной практике есть такое, значит, понятие, что... Сегодня может каждый гражданин Земли отправить письмо в астрономическую организацию с просьбой, и вот присвоить кратер, там, найдя на месте, значит, такое вот название. Но эта комиссия рассматривает и принимает решение, да или нет. Малые планеты и астероиды, значит... Просто в интернете очень много предложений назвать именем любимой, сделайте подарок любимым, назовите звезду ее именем. Это все, значит, есть левая сторона, значит, как бы вот кто через интернет там, это все незаконно. А где законно и как это сделано? Значит, опять же, есть комиссия, которая присваивает, и имя дать может только тот ученый, который открыл эту звезду, и он тогда тебе может подарить это название. Титанический труд вертеть небесное тело. Это самый большой в нашей стране глобус Луны. Поворачивать шар диаметром метр непросто. Его сделали когда-то специально для Международной космической выставки. На глобусе больше тысячи наименований. Кратеры Архимеда, Коперника, Залив Зноя, море Изобилия и даже море Кризисов, которое сегодня, пожалуй, больше подходит для Земли. Первая карта, которую составили ученые 400 лет назад, была именно лунной. И хотя атласы твердых космических тел, как Луна, Венера, Марс, Меркурий, существуют, особенности их рельефов до конца не изучены. И наверняка вскоре будут сделаны новые открытия. Не так давно при Российской Академии Наук создали комиссию по космической топонимике. Иными словами, по космическим названиям. Вместе с коллегами из Международной астрономической ассоциации российские ученые будут решать, как назвать кратеры на Луне или равнины на Венере. Возглавил комиссию член-корреспондент Академии Наук, дважды герой Советского Союза, космонавт и картограф Виктор Савиных. Традиции астрономов прошлого называть кратеры на Луне именами выдающихся личностей, а моря словами, обозначающими человеческие эмоции, в комиссию соблюдают и сегодня. Но в истории были исключения. Например, в 59-м, когда советская станция впервые сфотографировала обратную сторону Луны. Вопреки правилам, одно из морей на Луне назвали морем Москвы. Исключения есть и на Венере. Там все детали рельефа – женские имена, кроме гор Максвелла, которые назвали в честь английского физика. В космической топонимике есть и другое правило, которое ни разу не нарушалось. Астрономический союз четко определил, что никаких политических мотивов в названиях быть не должно. В связи с этим ни на одном из небесных тел нет названий в честь религиозных и политических деятелей, в честь военачальников, в честь современных философов. Когда ученые выйдут за пределы Солнечной системы, наверное, и эта договоренность будет нарушена. Звезд и планет – миллиарды, а имен ученых и выдающихся личностей, к сожалению, намного меньше. Сегодня новой звезде, похожей на Солнце, уже дали сухое математическое имя – HD 98618. Вот мне несколько лет назад такой астероид назвали мы именем. Это астроном из Крыма. Когда еще первый салют летал, там был телескоп. Мы довольно плотно работали с Крымом. Я уже работал в этом отделе. Я знал этих астрономов, и они мне как-то на моем 70-летии решили… То есть, Виктор Петрович… Планета была открыта в 75-м году. Понятно. Виктор Петрович, а вот права на собственность на этой планете… Продача на участке на Луне, да? Нет. Эти названия не дают права… Нет, ты, конечно, можешь построить собственный корабль на собственные деньги и полететь на эту планету, которую тебе подарили. Давайте доживем до того времени, когда мы можем купить машину, собственно, корабль. Да, да. Как вы думаете, когда наступит это время, когда люди просто начнут летать на собственных кораблях? Просто. Жить только в это время прекрасно не придется, не имею и тебе. Да, это я тоже согласен. На этой, может быть, печальной, вместе с тем, я думаю, что это очень оптимистическая нота, на самом деле, и о названиях, и об этом. Хотелось бы сказать вам спасибо большое, Виктор Петрович. Извините перед вами за те острые вопросы, которые я задавал. За то, что вы, вот лично для меня, Виктор Петрович, я всегда подчеркиваю, космонавты вашего поколения, космонавты первого поколения являлись примером. Вы звали нас вперед. Моя задача хотя бы попробовать кого-то потащить за собой. Для того, чтобы эта ниточка не прерывалась. Спасибо вам. Спасибо. Это был «Русский космос». С нами был Виктор Петрович Савельных. 50-й космонавт Советского Союза, 100-й космонавт мира. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...